Здравствуйте! С вами православная энциклопедия. В этом году святейшему и блаженнейшему католикосу-патриарху всей Грузии, архиепископу Цхеско-Тбилискому, митрополиту Пицунскому и Цхум-Абхазскому Ильи II исполняется 80 лет. 35 из них он несет в свой патриарший крест. Эту программу мы посвящаем ему. 23 декабря 1977 года 12-й собор Грузинской Православной Церкви избрал своим предстоятелем митрополита Сухумско-Абхазского Илью. Его антронизация была совершена через два дня в древнейшем Схетском кафедральном соборе Цветисхавели. За эти 35 лет блаженнейший Илья рукоположил десятки епископов и множество священников, возобновилась церковная жизнь в 44-х епархиях Грузии и за рубежом, открылись упраздненные монастыри, были построены сотни храмов, а среди них и величественный кафедральный Троицкий собор в Тбилиси. Были прославлены многие святые, в том числе праведный Илья Чевчевадзе, известный далеко за пределами Грузии. И все эти годы православие было важнейшей стороной жизни грузинского народа. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Благословите. Благословите. Вы много общаетесь с людьми. Скажите, пожалуйста, а какие человеческие качества Вы цените больше всего? Да, приходится общаться со многими и с простыми людьми, и с учеными, и с государственными деятелями. Я считаю, что самое лучшее качество – это честность и откровенность. Это в моем понимании очень важно. Вы на работе, можно сказать, с утра до вечера, и даже когда спите, Вы несете свой патриарший крест. А Вы отдыхаете? И как Вы отдыхаете, Ваше Святейшество? Я отдыхаю таким образом. Я переключаюсь на другую работу, или другие книги читаю, или пишу портрет, или музыку составляю. И это мой отдых. Какое место в Вашей жизни занимают живопись и музыка? Я думаю, значительное место. Я обнаружил какую-то потребность писать музыку, и рисовать, писать иконы или портреты. Я думаю, что в это время я тоже отдыхаю. Это отдых для меня. Это песнопение патриарх Илья написал много лет назад. Оно было одним из первых его музыкальных сочинений. Сегодня духовные песнопения святейшего патриарха Католикоса звучат во всех храмах Грузии и даже в обычных школах. Патриарх Илья и скульптор, и художник, и иконописец. Он автор росписи многих грузинских храмов. Такой он увидел знаменитую святую царицу Тамару, не проигравшую ни одной битвы и укрепившую веру в родной Грузии. А это святой покровитель грузинской земли Георгий Победоносец. Спаситель и Матерь Божия. А таким патриарх изобразил родоначальника своей семьи Шуолу Гудушаури, о котором еще в средние века слагали песни, как о народном герое. Это не Тбилиси. Это старый московский дворик на Покровке. И здесь живет и работает замечательный художник и журналист Юрий Рост. 35 лет назад он сделал первые фотографии святейшего патриарха Ильи сразу после его интронизации. Их первая встреча произошла в 1978 году, когда Юрий Рост путешествовал по Грузии на стареньком москвиче. Мы поехали на праздник Калавердоба. Никакой службы в храме не было, а люди по-прежнему приезжали. И сзади едет какая-то машина. Волга, но не черная. Дорога узкая. В Кахетии были дороги маленькие, узкие. И не то чтобы сигналит, а так элегантно, тихо, деликатно нас поджимает. Ну, грузинский водитель, он грузинский водитель, на узкой дороге он никого пропускать не хочет. Как это? Первый он едет и вдруг кого-то пропускает. Вот мы едем впереди этой машины, машина так покорно движется за нами, это Волга. Вдруг Гоги оборачивается, Харабадзе и говорит, слушай, там патриарх сидит, а ну-ка давай на обочину. На обочину мы и выскочили. И патриарх, когда проезжал мимо нас, он так нам сделал привет, дескать. Нормально, ребята, вы же не знали, кого вы пропускаете, не пропускаете. В общем, поприветствовал. Мы присутствовали на первой службе. Народу было совсем немного. Юрий Михайлович фотографировал грузинского патриарха в разные времена. Среди этих событий были и радостные, и печальные. Весной 1989 года, накануне трагических событий в Тбилиси, Рост снова приехал в Грузию. Это было 9 апреля, когда советские войска давили толпу, избивали, били. И накануне этого разгрома собралась толпа, тысяч, наверное, пять было. И, видимо, патриарху сказали, что может пролиться кровь. И он обратился к грузинам, которые стояли и сидели на площади. Он сказал, что, возможно, разгон и кровь. И предложил им перейти на другую сторону. Там есть церковь в кашлете. И там за оградой может спрятаться большое количество людей, но там дети, женщины. И призвал их туда перейти. Эти люди, которые были на площади, они зажгли свечи и сказали, нет, мы останемся здесь. Илья помолчал и сказал, тогда я остаюсь вместе с вами. Грузинского патриарха многое связывает с Россией. Он учился здесь, закончил московскую семинарию и академию. Был очень близок к спокойным патриархам Алексеем II. И сейчас, в день преподобного Сергия, приезжает служить в Троице-Сергиево-Лавру. Патриарх Илья знает и любит русскую культуру и очень тепло относится к России. Всякий раз, когда я туда приезжаю, я говорю, грузины, вы должны быть счастливы, что я с такой духовной людьми. Ваше святишество, а у вас много друзей? Друзей у меня очень много. И я счастлив тем, что... И вообще я думаю, что каждый человек является счастливым в том случае, когда Господь посылает преданных людей. И когда Господь любит человека, Он обязательно посылает таких людей. И я очень богат этим. Господь заповедовал нам любить не только друзей, но и любить наших врагов. А как можно любить врагов? Ну, это легко сказать, а исполнить очень трудно. И я думаю, что для того, чтобы полюбить врагов, надо прежде всего молиться о них. Вот эта молитва как раз поможет, чтобы этот враг стал другом. Ваше святишество, а каким вы помните свое детство? Мое детство проходило в довольно таких суровых условиях. Это была война, Вторая мировая война. Но в то же время я с любовью вспоминаю свое детство. Мои родители были глубоко верующими людьми. В доме было спокойно всегда. Я за все годы своего пребывания с родителями, я не слышал громкого слова. Недалеко от Мцетского собора и монастыря Джвари находится дом, где жили родители патриарха Ильи, Георгий Симонович и Наталья Иосифовна. Святейший патриарх Каталикос устроил в этом месте монастырь в честь великомученика Георгия и поставил два храма. Один из них посвящен небесному покровителю его отца, а второй будет освящен в честь святой Натальи в память о матери. Какие события в вашей жизни повлияли на вашу судьбу, на ваш выбор священства и монашества? Вся жизнь. Мои родители очень часто общались с духовными лицами. Тогда было большое такое притеснение. И многие из них приходили к нам, чтобы переночевать, потому что невозможно было оставаться в собственном доме. И когда они приходили к нам, снимали лясу в другой комнате, я тайно проходил и одевал эту лясу. Кто были ваши духовные наставники? У нас много было таких. Ну, когда я начал учиться в семинарии, монастырское братье очень повлияло. Я особенно хочу выделить, был такой архимандрит Петр, который был проповедником на Дальнем Востоке. И он нас исповедовал студентов в семинарии Академии. Когда мы говорили о себе, о своих грехах, то он со слезами говорил, вас Академия не этому учит. Вы были знакомы с митрополитом Зиновием. Расскажите немного о нем. Глининские старцы прибыли в Грузию еще при святейшем и блаженнейшем Калистрате. Фактически грузинская церковь спасла их от преследования и от тюрьмы. И вот одним из них был ладыка Зиновий. И он был очень духовным человеком. Не только он, и другие старцы, глининские. Он меня постригал в монашество. Он, когда я был студентом в семинарии Академии, материально помогал мне. Он был очень добрым человеком, святым человеком. Храм Александра Невского в центре Тбилиси – это совершенно особенное место. Во-первых, потому что это русская церковь. Тут служат на церковнославянском, и большинство прихожан – русские жители Тбилиси. А кроме того, именно этот храм много десятилетий был местом, где нашли приют старцы, разогнанные в советские годы в знаменитой Глинской пустыне. Митрополит Зиновий был настоятелем этого храма четверть века. Многое напоминает о нем и сегодня. Сохранилось даже кресло в алтаре, в котором он отдыхал в последние годы жизни. Ведь, несмотря на возраст и болезни, он ежедневно совершал литургию. И храм всегда был наполнен людьми. В 35 лет вы несете крест патриаршества. Что он значит для вас? Это крест патриаршества. Это как зажженная свеча. Он освещает и тает. И патриарший крест – это и слава внешняя, и скорби, и страдания внутренние. Иногда допускает человек, какие-то духовные слабости проявляются. Это очень приносит большие страдания. Это жизнь для других. Это радость и скорбь. Для грузинского общества нравственными ориентирами всегда были церковь и семья. Сохранились ли эти ценности сегодня? Главной ценностью Грузии была вера. Ни одна страна или ни одна церковь не имеет столько мучеников, сколько имеет Грузия. Хотя бы взять нашествие Джалаледина. Наша летопись говорит, что более ста тысяч человек стали мучениками. Много подвижников было. И все это давало нашему народу какую-то силу духовную. И поэтому мы выстояли. И мы не пали духом. В самом центре Тбилиси, над Курой и древним храмом Метехи, есть маленький Преображенский монастырь. Эта женская обитель устроена на месте дворца последней грузинской царицы Гориджан, которая жила тут в начале 19 века. Для меня она как бабушка. Я у нее дома живу. Я знаю, что ей трудно было в России жить. Она хотела вернуться. И в последние годы она вот так вот все время о своей стране как-то переживала. Преображенской обители всего несколько сестер. Но матушки делают очень многое. У них есть своя школа сестер милосердия и свой хоспис, где монахини и их ученицы заботятся о тяжелобольных. Вот матушка Нина заветует этим домом. Она ухаживает за больными. У нас сейчас шесть больных. Тут у нас комната, где молятся они. И еще где принимают пациентов. Жизнь грузинской церкви тесно связана с жизнью людей и их заботами. Так было сотни лет назад. И хочется верить, что так будет всегда. Через сотни лет, приезжая сюда, и грузин, и другой, кто бы не был христианин, приезжая сюда помолиться, он этот дух и примет. И это будет наше продолжение. Продолжение нашей истории, нашей молитвы, нашего духа, нашей жизни. Что позволило Грузии среди многочисленных войн, испытаний, гонений сохранить свою веру? Милость Божия, во-первых, и молитвы наших святых, которых очень много у нас. И глубокая вера во время советской власти как будто опустили наши храмы. Но это было внешним такое опустение. Когда ко мне приходили высокопоставленные государственные деятели, то уходя, они часто говорили, в душе я христианин. И это произошло такое явное пришествие, возвращение в церковь во время моей нейтрализации. Оттуда начался приход молодежи особо. Огромный кафедральный Троицкий собор в Тбилиси во время богослужения переполнен. Люди стремятся увидеть своего патриарха, услышать его пастырское слово, а после литургии дождаться благословения. Несколько лет назад в Грузинской церкви родилась новая традиция, когда патриарх благословляет целые семьи и даже фамилии. И люди приезжают изо всех уголков страны, чтобы ощутить свое единство и свое родство. Патриарх ввел традицию, что каждое воскресенье после службы идет благословение трех родов. И это благословение помогает объединить людей внутри одной фамилии. Люди с нашей фамилией разбросаны по всей Грузии. А сегодня, благодаря этой традиции, мы можем здесь познакомиться. И это объединяет нас. Мы очень любим патриарха. Он сейчас выйдет, чтобы нас благословить. И это добро, что у него есть, передается всем. Есть еще одна недавняя, но очень популярная грузинская традиция. Святейший Илья сам становится крестным в семье, где родился третий ребенок. По сути, очень скоро каждый грузин может породниться со своим патриархом. И эта простая идея очень повлияла на демографическую ситуацию в стране. Грузинская и русские церкви связаны историческими событиями славными и драматическими. Также связаны два наших народа. Скажите, а что вот так их соединяло все это время? Основой нашего возближения было православие, православная вера. Но были трудности, конечно. События последнего времени, довольно драматические события. Я думаю, это большая ошибка наших властей, которые так накалили ее обстановку. А вот простые люди могут что-то сделать для этого? Народы, знаете, как были братьями, так и не остались. Не смотря на ту пропаганду, которая велась и там, и тут. Так что ваш визит является хорошим таким мостиком между нашими двумя народами и церквами. А что значит, по-вашему, любить? Можно ли научиться любви? А этому нельзя научиться. Это дар Божий. Господь дает такой дар. Это нельзя научиться по книгам, по... Это жизнь, это самопожертвование. Например, у нас есть стихотворение и песня. Там сказано, что что разрушала война, любовь строила, восстанавливала это. Это наша девиз. То, что разрушено, восстановить. Разрушенные отношения с Россией, надо восстановить их. Я с надеждой живу. Мне скоро будет 80 лет. И я хочу уйти к своим предкам, увидев наши добрые отношения. И мирную Россию, и мирную Россию. Спасибо вам большое, ваше святейшество, за ваше интервью. Спасибо. 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 Православная энциклопедия поздравляет святейшего патриарха и католикоса Илью с 80-летним юбилеем и 35-летним служением в сане патриарха. Многое вам лет, ваше святейшество. Храни вас Господь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok